Начнём с программы развития края. Если помните, месяца два назад мы в этой студии обсуждали эту программу, принятую на Народном Совете. Звучала она просто великолепно. Если вкратце пересказывать, в крае должно быть хорошо жить. Причём практически всем. Но для того, чтобы это стало реальностью, я ещё тогда подумал, должны серьёзные экономисты над этим поработать. Я подозреваю, что нашему сегодняшнему гостю прежде всего это и поручили. С удовольствием представляю снова Павла Александровича Минакера, научного руководителя Института экономических исследований ДВО РАН, академика Российской академии наук, доктора экономических наук, профессора, ну и в данном случае ещё и члена Народного Совета при губернаторе Хабаровского края. Я не ошибаюсь? В общем и целом так, да. Прежде всего, действительно требуется какая-то программа развития края. Сейчас же у нас всё-таки рыночная экономика. При ней вроде как вот экономика подчиняется общим законам, развитие ею руководить невозможно. Или я ошибаюсь? Да нет, руководить возможно всем. И всегда, во-первых, было бы желание, во-вторых, были бы возможности, и в-третьих, было бы понимание, как это делать. Что касается края, ну не только края, и страны, и всех регионов, и в том числе Хабаровского края, программ предостаточно. Было, есть, они действуют, и я думаю, что будет и впереди. Проблем с программами никаких. То, что сейчас вот обсуждается, ну вот, там, народный совет сформулировал, ну это, строго говоря, это не программа же, конечно. Это некий протокол намерений, который состоит, строго говоря, из двух частей. Первая часть, она не вредная, но она малопрактичная. Это некие декларации относительно того, ну действительно, как хорошо должно всем быть. Ну действительно, всем хорошо должно быть. Примерно известен круг проблем. Он старый, известный, какие-то решаются, какие-то не решаются. Но от того, что их еще раз повторить, худо не будет. Вторая часть более важная. Ну, это некий перечень мероприятий, я бы назвал его скорее таким планом действий на ближайшее время. Это не на сильную перспективу. То, что реально обеспечено ресурсами, то, что понятно, как делать, ну более или менее в деталях. Более или менее в деталях. Что-то уже делается, что-то вот-вот начнется. Но ключевой вопрос здесь обеспеченность ресурсами. Они есть по некоторым направлениям. Есть по некоторым направлениям. По некоторым направлениям есть декларации. Ну, собственно говоря, вот это вот и есть, если есть желание называть это программой, можно называть это программой. А зачем тогда это нужно еще, Павел Александрович? Ну, ведь вы совершенно правы. Огромное количество и программ, и стратегий, и концепций, да как угодно можно назвать, причем как на федеральном, так и на региональном уровне, в отношении Дальнего Востока и Хабаровского края в частности. А вот этот протокол о намерениях, как вы обозначили, он, ну, а зачем? Ну, вы понимаете, существует такая вещь, она, я не могу сказать, хорошая, плохая, но она просто есть. Как бы называется роль личности в истории. Никакие программы, никакие протоколы, никакие вещи вообще не делаются сами по себе. Вы можете декларировать все, что вы хотите. Вы можете даже деньги иметь на это. Ну, формально вот запись есть у вас, есть деньги, но это надо делать. А делать это значит, что должны быть не просто исполнители чего-то, а должен быть конкретный посыл, конкретная цель. Когда, что, в каком порядке, в каких приоритетах. Если не хватает ресурсов, то кто-то конкретно должен обеспечить поступление этих ресурсов или не обеспечить. Потом начинается цепочка передачи от ресурсов, от общих задач к детальным вещам, к детальному исполнению, получается некий конкретный результат, который, в общем-то, может сильно отличаться от того, что было... От первоначального плана. Да, это обычная вещь, это как бы начальный курс философии на самом деле. Вот, и, понимаете, в зависимости от того, вот определяет начало любого хорошего дела или плохого дела, во главе стоит некая личность. Личность – это не просто человек с фамилией, именем и отчеством. Это человек, который облечен полномочиями, человек, который готов использовать эти полномочия для решения вот этого конкретного круга проблем, который готов нести ответственность за это и который понимает, что его судьба как личности, как политического деятеля, как экономического субъекта, она связана с тем, какой результат за эти ресурсы в это время он получит. Ну, грубо говоря, если он завалит это, то у него не будет будущего, да? Ну, конечно, как бы он субъектом останется, семьянином, отцом, мужем, я не знаю, богатым, бедным, но он не будет субъектом политического процесса, он будет никому не интересен, просто его карьера на этом закончится. Люди, которые реально понимают, что такое политика, они понимают вот эшелонирование этого процесса, то есть сначала нужно сделать дело, потом за это дело что-то получить, ну, желательно. А для того, чтобы сделать дело, надо понимать, как его начать, каковы приоритеты, то есть что номер один, что номер два, на чем сконцентрироваться, сразу всего сделать невозможно, как подобрать людей, как их организовать, как их заинтересовать, застимулировать. Вот хорошо, что вы это упомянули, и всего сразу сделать невозможно. Вам не кажется, что вот нынешняя краевая власть пытается решать все проблемы сразу, которые каждая по себе достаточно трудно решаема? Сразу и помощь обманутым дольщикам, жилищное строительство, защита от наводнения, вот все сразу. Да, я вот добавлю к слову, меня очень смущают слова, по любому поводу фраза, это приоритет краевого правительства. У нас, по-моему, уже не осталось ни приоритетов, но тогда, если все приоритет, это уже, наверное, не является приоритетом. Что скажете? Ну, я бы сказал так, рыба, ну, есть такая расхожая пословица, рыба гниет с головы, но просто в реальной жизни это означает, что часто дублируется, как правило, дублируется, особенно вот при такой властной вертикали, как у нас, любые решения низшего уровня, они дублируют решения верхнего уровня. Если, скажем, федеральная власть объявляет, ну, такой размытый и совершенно непонятный никому приоритет, вот Дальний Восток у нас является приоритетом 21 века. Ну, приоритетом 21 века, что это означает? Нет, это приоритет в чем? Выделение ресурсов, переброски сюда бюджетных средств, значит, в каких-то особых условиях, но тогда приоритетных условиях по сравнению с кем-то, которые приведут к автоматическому перетоку сюда и людей, и всего остального, в каких-то политических или геополитических вещах. То есть это ведь тоже лозунг, понимаете? И вот это вот стремление обозначить все как приоритеты, а оно ведь, оно дублируется дальше, а чем ниже, чем конкретнее проблема, тем она, как известно, богаче, опять же, из той же общей философии, тем она цветистее, тем больше получается вот этих проблем, и каждая из них для кого-то важна. Для кого-то важна. Ну, вы сами сказали, что программа – это просто название. Как я понял из ваших слов, это скорее порядок действий, да? И, соответственно, вот что бы вы на первое место поставили? Чем надо заниматься прямо сейчас? Вот про порядок действий вы сказали правильно, но этот документ не содержит порядка действий. Еще раз повторяю, это некий перечень представляющихся важными, и там действительно много важных вещей, которые нужно сделать, которые нужно было бы давно сделать, а не не делались, которые нужно сейчас сделать, которые нужно сделать вот в том горизонте, который обеспечен ресурсами. Ну, это горизонт двух-трех лет. Реально, если смотрите, у нас трехлетний бюджет. Но порядка действий здесь нет. Вот как только появится порядок действий, это будет означать две вещи. Первое, что на все ни времени, ни средств, ни денег, ни реальных возможностей, там, производственных, строительных и так далее, не хватает. Значит, нужно определять приоритеты. Вот это сначала, вот это потом, вот это вот... А сначала, потому что важнее. Вот это и называется приоритет. А кто будет определять вот этот порядок действий? Вот Народный совет, который, ну, как бы по задекларированным принципам как бы формирует эту программу, или что скажете? Вы понимаете, вот мы начали со слова программы. Я сказал, что это на самом деле не программы, это некий протокол намерений. Но это политический документ. Он не может быть программой по определению. Программа – это документ технологический. Это технология регулирования, технология управления, в том числе управления ресурсами, технология получения конкретных результатов в конкретное время при конкретных ограничениях. Есть эта технология, она разработана, она очень строгая, и никакие советы, никакие президенты, никакие губернаторы над этой технологией не властны. Точно так же, как они не властны, по большому счету, над экономикой. Можно тут до потолка прыгать, но экономические законы вы не отмените, если вы не разрушите все вокруг. Точно так же и здесь. До тех пор, пока не будут определены приоритеты политические, которые будут наложены на экономические ресурсы и поле проблемное, которое есть. Много же всех проблем. Никакой экономиста, никакой технолог, никакой специалист по экономическому инжинирингу вам не сможет разработать уже программу, в которой будут приоритеты, в которой будут последовательность шагов, глубокое планирование, потому что каждый приоритет тянет за собой другие приоритеты низшего уровня, они тянут еще другие приоритеты. Есть такое понятие «дерево целей». Оно гигантское. Чем ниже спускаешься, тем хуже обстановка. Есть специальные процедуры расчетные, модельные, которые считаются. Это серьезная наука на самом деле. И вот тот документ, который мы сегодня обсуждаем, это некое приглашение к танцу специалистам. Вот давайте-ка мы, вот наши ресурсы, вот наши проблемы, вот наши интересанты, давайте построим программу. Вот теперь надо строить программу. Павел Александрович, в завершении, вот пока вы говорили, я подумал, что я немножко слукавил. Приоритет основной есть. По крайней мере, в последней информационной повестке последнего месяца в углового угла ставится решение жилищных вопросов, так или иначе. То есть домостроение, работа с управляющим компанией, создание комфортной среды проживания. Вот если начинает власть с этого, это верхний ход с точки зрения экономиста или нет? С точки зрения экономиста, то есть экономиста, это не та категория специалистов, которым надо задавать этот вопрос. Это то, что должно быть безусловно. Это условие, понимаете? Это не цель. Это условие. Ну, известен старый одесский анекдот про публичный дом и порядок. Понимаете? То есть, чтобы был безопасный, чтобы была безопасность, чтобы был порядок, чтобы были все довольны, нужно элементарный порядок навести. Просто. Здесь порядка никакого нет. Но у нас нет порядка ведь во многих вещах. Понимаете? В образовании у нас нет порядка, в медицине у нас нет порядка, в коммунальном хозяйстве нет порядка. Далеко не все вещи можно решать на уровне края или города. Вот эту вещь, в принципе, можно не полностью, потому что там много федеральных установлений есть, но можно что-то делать на уровне края или города. Мы погружаемся в ту же самую проблему. Мы понимаем, что нужно делать порядок. Никакой экономики, по большому счету, здесь нет. Здесь есть много организационных, правовых и элементарных управленческих вещей. И этим нужно заниматься. Ну, по крайней мере, судя по тому, что происходит последние несколько недель, ну, по крайней мере, движение идет, да? Рассирается в бараке. Ну, пытаются, конечно. Будем считать, что это будет создание условий для развития края. Еще не развитие, а только создание условий, да? Ну, смотря что мы имеем в виду под развитием края. Если мы говорим о том, что это будет создание условий для того, чтобы создать комфортную коммунальную среду, мы вот так вот это обозначаем. То есть, чтобы людям было просто удобно, безопасно, как бы жить в своих домах. И желательно не очень дорого. Ну, это входит в понятие удобно и безопасно. Конечно, это все имеет свою цену, но цена должна быть адекватная. Тогда да. Но на саму по себе экономику это оказывает, оказывает, конечно, влияние. Но достаточно косвенное. Потому что, ну, там и так деньги крутятся большие, они будут крутиться большие. С точки зрения ресурсов, результатов, как бы мало что изменится. Вот как соединить те ресурсы, которые реально там крутятся, с теми результатами, которыми все недовольны, и которые должны быть адекватны этим ресурсам. Вот эта проблема, на самом деле, она, ну, экономического здесь очень мало. Здесь больше такая управленческая, политическая, волевая. Тем более, предлагаю внимательно следить за тем, как все будет двигаться. Еще не раз вас позовем в студию. На гостях был Павел Минакер, научный руководитель Института экономических исследований ДВУ РАН, академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор и член Народного совета. Продолжение следует...